Добрый день! Мы готовы подвести итоги этой снежной недели. Введение QR-кодов и проверка дорог, вакцинация и установка новых теплых остановок. Обо всем по порядку прямо сейчас. Мы проверяем паспорт. То есть, если есть сомнения, что QR-код действительно принадлежит данному человеку. Противостоять коронавирусу на Ямале начал действовать режим QR-кодов. Рассчитывала, что волна ковида закончится, а она все усиливается. И усиливается. Решила, что надо поддержать иммунитет свой. На прививку становись. В новоуренгойских пунктах вакцинации в разы выросло число желающих привиться от коронавируса. Самый важный объект в Карачаево – это, безусловно, жилье. И с этой целью, в основном, с этой целью я сюда и приехал. Перспективы развития и сроки сдачи строящихся социальных объектов. Глава города Андрей Воронов отправился с рабочим визитом в Карачаево. И то мы применяем эту песчано-солевую смесь в межсезонье только на опасных участках. Это опасные повороты, подъемы, спуски, пешеходные переходы, заездные автобусные карманы. Песок и соль – лучшие реагенты. В новом Уренгое дорожники борются с гололедицей. Мы провели кастинг и выбрали наиболее способных детей. Способных детей, которые умеют говорить хорошо, задавать вопросы, коммуницировать с людьми. Штат юных корреспондентов пополняется. В новом Уренгое появилось первое детское телевидение. Следующая неделя в нашей стране объявлена нерабочей. Начиная с 1 ноября, россияне останутся дома на 7 дней. При этом заработная плата сотрудников будет сохранена в полном объеме. На такие меры правительство Российской Федерации пошло вынуждено, чтобы сдержать новую волну коронавируса. Это один из действенных способов снизить распространение COVID-19. При этом необходимо, конечно, воздержаться от поездок и снизить посещение мест большого скопления людей. С 25 октября кафе, рестораны, ночные клубы, детские игровые зоны и фитнес-центры, а также ряд других учреждений начали работу в новом режиме. Вход к ним открыт только людям с действующим QR-кодом, сертификатом или ПЦР-тестом. Как рассказал нашей съемочной группе, директор бургерный краснодарский парень, никакого специального оборудования для считывания QR-кодов не потребовалось. Для этого используется камера мобильного телефона. Основная трудность – это отношение людей к нововведению. Не все новоуренгойцы, отметил Андрей Маргунов, отнеслись к требованиям Роспотребнадзора. С пониманием, кому-то из посетителей пришлось отказать в обслуживании и предложить взамен доставку еды на дом. Люди к нам приходят, мы запрашиваем у них либо QR-код, либо справку о том, что они переболели в течение полугода, либо ПЦР-тест действующий, то есть три дня, не позднее трех дней назад сделанный. Если у них есть QR-код, они нам его показывают, мы сканируем его на мобильном, то есть, грубо говоря, просто через приложение камеры стандартное наводим, и он передает ссылку, мы по ней проходим, и там уже сам сертификат о вакцинации находится. Мы проверяем паспорт, то есть, если есть сомнения, что QR-код действительно принадлежит данному человеку. Следующую неделю в каждом муниципальном детском саду будут работать дежурные группы. Сколько их создадут, одну или несколько, зависит только от потребностей родителей. Им необходимо лишь принести документ от работодателя о непрерывном цикле работы. Как заверили в департаменте образования, вся потребность в местах будет закрыта. Учреждения дополнительного образования на каникулы не уходят, но все их занятия будут построены в дистанционном формате. Мы договорились, что помимо занятий, которые будут проходить в дистанционном формате, будет придуман и реализован еще целый ряд активностей. Каждое учреждение дополнительного образования сегодня у нас разрабатывает такие программы. И у нас, следите за анонсами, появится информация о том, что 1, 2 и 3 ноября для ребят, которые посещают объединение или не посещают объединение, будет возможность поучаствовать в таких дистанционных мероприятиях. Либо, возможно, часть мероприятий будет на свежем воздухе. Для подготовки современных управленцев в Салихарде открылась Ямальская школа кадрового резерва. В первый поток школы вошли 70 руководителей различных уровней из муниципалитетов, исполнительных органов власти, федеральных госструктур. Программа включает в себя 5 модулей под темам ключевых качеств руководителей. Обучение завершится в апреле следующего года. В финале слушатели должны будут предложить проработанную инициативу по социально-экономическому развитию округа. Старт работе школы дал губернатор Дмитрий Артюхов. Он стал первым спикером программы. Рассказал о своем управленческом опыте формирования команды и миссии своей работы. Это наш такой пробный шар, но я уверен, он будет успешный. Я сам проходил разное обучение, но вот нечто подобное. Собственно, мы решили модель эту повторить, в которой участвовал я сам лично, так называемая школа губернаторов. Мы должны сделать лучший регион Российской Арктики по качеству жизни. Мы должны некоторые вопросы принципиально решить, и мы к ним идем, к этому решению, к очень обозримым будущим. Но вот тогда мы сможем, когда мы решим ряд таких очень болезненных тем, мы сможем назваться лучшим регионом Российской Арктики по качеству жизни. В очереди за прививкой новоуренгойцы штурмуют прививочные пункты на фоне последних событий обязательной вакцинации отдельных категорий работников, а также введенной системой QR-кодов в общественных местах. Из-за возросшего числа желающих было принято решение об открытии дополнительного пункта вакцинации во дворце «Спорта Звездный». Это позволит разгрузить уже действующие в ТРЦ «Солнечный», ГДК «Октябрь» и 2-й поликлиники. Подробности в сюжете Галина Гладких. Заболеваемость ковидом растет, а вместе с ней растет и число желающих поставить прививку. Ежедневно в пункты вакцинации в «Солнечном» приходят более 250 человек. При этом в начале месяца их было в десятки раз меньше. Ирина Кадочникова из тех, кто до последнего сомневался, ставить прививку или нет. Ей повезло, ковидом она не болела, но после того, как вакцинировались родители, тоже решилась на поход в прививочный пункт. Тем более ежедневные коронавирусные сводки настораживают. Рассчитывала, что волна ковида закончится, а она все усиливается. И усиливается, решила, что надо поддержать иммунитет свой. Страшно, что болеют все. Из моих знакомых еще никто не заболел, но все равно слышу много всякого. Поэтому решила поставить прививку. При таком наплыве людей без помощников не обойтись. Организовать прививочный процесс медицинским работникам помогают волонтеры. Моя задача – это регулировать очередь, следить, чтобы люди снимали верхнюю одежду, надевали бахилы. Также я подсказываю в заполнении определенных бланков. У пациентов есть выбор, какую вакцину поставить. Кроме того, в пункте можно привиться и от гриппа. На этой неделе Минздрав разрешил ставить обе вакцины одновременно. Сейчас ставится гамм-ковид-вак двухэтапная, компонентная. То есть мы отдаем сейчас ей преимущества, потому что идет экстренная вакцинация населения. И кто приходит на ревакцинацию, либо переболевший в течение последних шести месяцев, мы ставим спутник лад. Также прививом и от гриппа. Пожалуйста, приглашаем всех. Среди вакцинируемых как молодые работающие граждане, так и пожилые. Медики объясняют возросший интерес к прививке увеличением заболеваемости COVID-19. Рост идет по всей стране, в том числе и на Ямале. Ежедневно коронавирус диагностируется у сотни обратившихся за медицинской помощью. В инфекционном госпитале Нового Уренгоя развернуто 240 коек, из которых 190 уже заняты. Особенность текущей волны – это то, что все чаще коронавирусом болеют дети. Начали сначала болеть интенсивно дети, что первого, второго, третьего, но такого вот не было. Сейчас детей просто пораженных, но большое количество, хотя в стационаре всего из них лечится 3 человека, на данном уровне всего 3 человека. Порядка 290 человек лечатся на дому, проходят лечение. Эволюция, видимо, так придумала, что дети болеют легче. В настоящий момент более 50 тысяч новоуренгойцев прошли вакцинацию, но для достижения коллективного иммунитета этого недостаточно. Новый штамм коронавируса, о котором в один голос твердят медики, более заразен и переносится тяжелее, чем уже известный Уханьский. По словам врачей, тем, кто переболел им ранее, не стоит расслабляться, так как новый вид невосприимчив к имеющимся антителам. Единственная надежда на вакцину, которую важно поставить вовремя. Галина Гладких, Павел Михайловский, Служба новостей «Импульс». Развивать новую Уренгой комплексно, в том числе и его отдаленные районы, первостепенная задача, которая стоит перед властями города. В Карачаево мощными темпами возводятся новые социально значимые объекты и реконструируются уже имеющиеся. Ледовый корт, бассейн, многоквартирный дом сейчас находятся на стадии завершения строительства. Глава Андрей Воронов проверил и оценил ход работ. Остался ли городоначальник доволен увиденным, узнавала наша съемочная группа. Железнодорожный вокзал в Карачаево больше года закрыт на реконструкцию. Завершение ремонтных работ ждут не только пассажиры, но и жители отдаленного района. Объект с проверкой посетили Андрей Воронов и представитель губернатора Ямала в городе Новую Уренгой Наталья Рябченко. К слову, увиденное их не обрадовало. Мы стояли в августе здесь с губернатором, и ваш директор обещал, что не сентябрь. Все, что вы говорили, наверное. В чем задержка? Кривица не доделано. Каким образом Новый год открывать? Как вы собираетесь в лицо? Шаги установить. Подрядчику придется ускориться и за короткий срок устранить все замечания. Следующим пунктом объезда главы стал новый для Карачаева объект Ледовый корт. Основная часть работ выполнена, строители приступили к внутренней отделке. Сейчас вот этот вот, закрываем контур, выравниваем саму площадку под оборудование, и они готовы заехать. Ну, получается, контур закрываешь, тепло подаешь, доделываешь то, что нужно к водительщикам, они приезжают. Отделка, зиму, и когда ты выдаешь без благоустройства объект? Без благоустройства. Это май месяц. Эта же подрядная организация практически завершила строительство жилого дома на улице Пушкинская. Он стоит прямо на берегу реки. После сдачи многоэтажки в эксплуатацию сюда заселятся больше ста семей. Но и на этом работа застройщика не закончится. В ближайшие месяцы он приступит к возведению еще одной высотки. Уже идет согласование проектной документации. Буквально через месяц они должны выдать нам экспертизный проект, уже пройденный. Вот тогда уже, ну, я думаю, по весне. Активная стройка наша? Активная стройка, зимний период времени будем тоже делать. На 150 квартир, 8-подъездный дом, каналы такого уже. С нетерпением горожане ждут открытия бассейна. Его масштабы впечатляют. К строительству застройщик «Ураустроинвест» приступил еще в прошлом году. Сдать здание в эксплуатацию планируют весной 2022-го. Все мокрые процессы, это имеется штукатурка, заливка пола, все сделано 100%. Сейчас мы делаем чисто отделочные работы, имеется в виду покраска, потолки, подшивка этих потолков, плюс оборудование, которое мы должны под них, фундаменты, потому что мы не могли фундаменты сделать и знали, какое оборудование. Сейчас оборудование пришло, мы под них будем делать фундаменты и устанавливать. Динамичное строительство социальных объектов и развитие инфраструктуры Карачаева впечатлили градоначальника. За один год район заметно изменился и стал комфортнее для проживания. «Убедились все это, действительно, технично строится. Особенно порадовал бассейн. Уже можно понять, каким он будет. И внешне, и снаружи. Строители вообще с душой подходят. Каток, безусловно, есть небольшое отставание, но это, безусловно, связано с тем, что строители в настоящее время добивают жилой дом в Карачаево. И они, та же фирма, гоустрою и в Новом Уренгое. Как раз 10 числа уже будет первое заселение там. Поэтому я, безусловно, точно уверен, что они наверстают свое и в летний период уже каток мы запустим». В целом, от рабочего визита в Карачаево у главы города остались приятные впечатления. В скором времени Андрей Воронов вернется с контрольной проверкой. Мария Бохова, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». Ямал – главный газодобывающий регион не только страны, но и мира. И те запасы, которые сосредоточены на его территории, гарантируют высокий уровень добычи на многие десятилетия вперед. Об этом сказал губернатор Дмитрий Артюхов, комментируя совещание по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал, которое провел президент страны Владимир Путин. Глава региона отметил, ряд проектов находятся в стадии активного обсуждения, вплоть до создания новой для региона отрасли. Речь идет о создании производственного комплекса по газопереработке. Это новая страница в развитии нефтегазовой отрасли здесь, на Ямале. Расположение на полуострове Ямал, с учетом уже созданной инфраструктуры, порта Сабетты, позволяет выводить будущую продукцию сразу на мировые рынки. Это самая эффективная логистика, которая будет позволять нам быть абсолютно конкурентоспособными в мировом масштабе. Проект будет, конечно, очень масштабный, серьезный. В ближайшие годы будет проработка, окончательных параметров его осуществляться. Но, конечно, это задел на создание новой отрасли, которая будет привлекать тысячи новых рабочих мест на этапе строительства, на этапе эксплуатации. Создавать налоговые платежи, чтобы наш регион активно развивался. Соблюдают ли новые урингойцы масочный режим? Это выясняли члены общественной палаты. Они отправились в торговый центр «Бумеранг». Большинство посетителей оказались в масках. А вот некоторым пришлось напомнить, как правильно носить это средство защиты. Встретились и противники масочного режима, которые не носят их принципиально. С ними общественники провели разъяснительные беседы. Напомню, рейды по соблюдению ограничительных мер проводятся регулярно силами сотрудников ОМВД, Росгвардии, городской администрации и общественной палаты. По последним данным, сознательных горожан становится больше. Маски носят около 70% новоурингойцев. Работа всех, в том числе и общественной палаты, и другой общественности, общественных объединений, я знаю, тоже не сидят, а занимают такую активную позицию, она, конечно, влияет. И люди все больше и больше осознаны. Если раньше было такое пофигистское настроение, то сейчас, мне кажется, с учетом последних данных по России, когда уже совсем трагичные ситуации, мне кажется, люди уже начинают более ответственно относиться не только к себе, но и к обществу, в котором они живут. Езда по Новоурингойским дорогам должна быть комфортной и безопасной. Проверить состояние автотрасс газовой столицы в очередной рейд выехали представители партии «Единая Россия» вместе с сотрудниками госавтоинспекции. Меньше чем за часом удалось найти и зафиксировать большое количество нарушений. Кто будет устранять все замечания, узнавала Мария Бохуа. Зафиксированы такие недостатки, как просадка дорожного полотна, дефект, и формирование снежных валов вдоль транспортных ограждений. Это не единственные замечания, выявленные в ходе проверки. За час сотрудники госавтоинспекции и представители партии «Единая Россия» зафиксировали больше пяти нарушений на городских автотрассах. Рейд проводится в рамках федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Рейдовое мероприятие совместно с госавтоинспекцией для проверки, как соблюдается и как чистится дорожное полотно, также магистрали города Нового района, какие выявлены ряд нарушений на сегодняшний день, ну и в дальнейшем, что это будет грозить тем или иным обслуживающим организациям, которые должны соблюдать непосредственно нормы по посту автоинспекции, также содержание дорог. Инспекторы ежедневно выезжают и осматривают состояние дорог на территории всего муниципалитета, включая и отдаленные его районы. Все замечания с конкретными адресами фиксируются в акте выявленных недостатков. В пределах компетенции возбуждается административное дело производства по ст. 12.34, ч. 1 АК РФ. Подобные рейды партия «Единая Россия» проводит каждый месяц. Главная задача – снизить количество дорожно-транспортных происшествий и сделать движение более комфортным и безопасным. Марибуха, Богдан Жиделев, служба новостей «Импульс». Согреют даже в самые лютые морозы. Пять новых теплых остановок появятся в северной и южной частях города. Их специалисты уже устанавливают возле Новой Уренгойской гимназии, парка «Дружба» на улице Ямальская, Молодежная и Пушкинской в Карачаево. Кроме этого, еще два павильона городу подарит компания «Мостострой-11». Именно она возвела многоуровневую транспортную развязку «Солнечная». Новость о новых павильонах горожанам сообщил глава города Андрей Воронов в своих социальных сетях. Сейчас специалисты собирают каркас, стеклят, после подключат павильоны к теплу. Откроют, как все будет готово. Новые остановки в два раза больше тех, которые устанавливали ранее. Как вы просили, установим павильоны на улице Молодежная, Центр творчества, Гимназия, Парк «Дружба», улица Пушкинская в Карачаево, Богоявленский собор по направлению к улице Ямальская. С Галалетицей в Новом Уренгое борются простыми и проверенными способами. В период межсезонья городские улицы посыпают песчано-соляной смесью. Концентрат минеральный. Галит – это обычная соль, которая используется даже в пищевой промышленности. А вот когда наступит по-настоящему морозная зима, и столбики термометров будут стабильно показывать минусовые значения, в газовой столице дорожное полотно будут покрывать только песком. Эта груда песка предназначена для новоуренгойских дорог. При минусовой температуре воздуха дорожные полотна посыпают только песком. Но в период межсезонья сотрудники уренгойской городской сервисной компании используют песчано-солевую смесь. Соль нужна без добавок. По сути, от той, которая используется в пищевой промышленности. Её отличает только размер. И то мы применяем эту песчано-солевую смесь в межсезонье только на опасных участках. Это опасные повороты, подъёмы, спуски, пешеходные переходы. Заездные автобусные карманы. В некоторых городах Российской Федерации применяют хлористый калий, который действительно вреден для автомобилей, для животных, для обуви. Поэтому он даже и в этих городах себя не зарекомендовал, потому что образуется масляная корка и тормозной путь автомобиля увеличивает. Сейчас дороги посыпают песком три дорожно-коммунальные машины. В период сильной гололедицы на улучшение состояния дорог бросают все силы. Всего в ведении уренгойской городской сервисной компании имеется 70 единиц техники. Я не заметила никаких проблем. Я нормально езжу, мне не скользко, у меня зимняя резина. Песок, ну, наверное, где-то посыпают, да, вот новую обездную, там мост посыпают, да, нормально всё. Ну, не почищено где-то там, да, но я думаю, что они работают. Меня всё устраивает. Устраивает всё, молодцы, потому что видно, когда гололёд, вот на перекрёстках, особенно где-то светофоры, посыпают песком. Но ещё хотелось бы, чтобы вот дорога Карачаева-Новый уренгой тоже стабильно, там производились такие вот меры. Ну, что ездил два дня назад, ну, очень скользко, и машин я не видел, если честно. А так по городу всё устраивает, молодцы. Лично проверить, как сотрудники этой организации борются с гололёдом и чем посыпают дороги газовой столицы, решили и представители партийного проекта «Безопасные дороги». Для того, чтобы в дальнейшем увидеть, ну, и понять, почему именно сыплется такой реагент, смесь с солью, да, с песком, и в какой период, чтобы у нас уменьшилась, уменьшились аварии, допустим, на наших дорогах. Также партийцы внимательно следят за качеством дорожного полотна, уборки и обслуживания. Если горожане не смогут дозвониться в единую диспетчерскую службу, то могут написать им в социальных сетях. Алена Ядня, Виктор Летленко, служба новостей «Импульс». Продемонстрировали знания ПДД и навыки вождения в уренгойской городской сервисной компании состоялся конкурс, посвящённый Дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Состязание проводится ежегодно исключительно среди сотрудников предприятия. Участники проходят трассу, состоящую из заданий различной сложности. Кто стал лучшим водителем года, узнаете в материале Мари Бохуа. Проехать трассу, состоящую из восьми конкурсных заданий на «Газели» и сделать это быстро, технично, не нарушая правила дорожного движения. Основные требования ко всем участникам. Так, среди сотрудников уренгойской городской сервисной компании проводится конкурс профессионального мастерства. Традиционно, в канун празднования Дня работников автомобильного и городского пассажирского транспорта проводим конкурс профессионального мастерства среди водителей акционерного общества «Уренгойская городская сервисная компания». Конкурс проводится у нас в трёх номинациях. Это лучший водитель, лучшая команда и автоледи. Смысл конкурса – это популяризация профессии водителя, совершенствование своих профессиональных знаний и отличных знаний правил дорожного движения. Участники выполнили элементы маневрирования различной сложности. Среди испытаний всем известны бокс, змейка, тоннельные ворота, параллельная парковка и правильная остановка транспортного средства. Совсем внимательно наблюдают судьи и фиксируют все нарушения. Восемь этапов, на каждом этапе есть судья. Каждый судья оценивает свой отдельный участок, сдаёт главному судьи и там подбивается итог. Судьи получаются, это ЭТРовский состав в основном, те, кто, допустим, мастера, прорабы, начальники участков. А что касается участников, это в основном у нас, конечно же, водители. У всех участников разный стаж и опыт вождения. Большинство из них ежегодно принимают участие в конкурсе, но, несмотря на это, каждый раз испытывают волнение. Очень волнительные эмоции. Я каждый год принимаю участие. Для безопасности дорожного движения, в первую очередь, знать правила, уметь маневрировать. Ранее конкурс профессионального мастерства проводился исключительно среди мужчин. В этом году к ним присоединилась прекрасная половина коллектива. Жила и захотела испытать себя. Вечерами тренировалась, конечно. Не так, чтобы там, прям вот конкретно, а так. Туда-сюда, туда-сюда попробовала. И как? Нормально. Не тяжело? Нет. После заезда судьи подвели итоги. Всем водителям вручили сувенирную продукцию, а победители наградили ценными призами. Марибохла, Павел Михайловский, служба новостей «Импульс». Просроченные вареники, перемороженные морепродукты, сыры без маркировки. В Новом Рингое общественники отправились в рейд по торговым точкам микрорайона «Советский». Как оказалось, не зря. Тележки товаров с истекшим сроком годности наполнялись на глазах. Каждый товар был сфотографирован, нарушение зафиксировано и отправлено в Роспотребнадзор. Подробности в сюжете Алены Ядни. Боль в животе, диарея, повышение температуры. И это только малый список неприятных симптомов, возникающих после трапезы просроченными продуктами. Причём в некоторых торговых точках можно встретить овощные смеси, пельмени, селёдку, сливочное масло и другие продукты, чей срок годности давно вышел. Трабовое мясо просрочено. 06-07-21 год годности. Как часто перебираете продукцию? По мере возможности. На магазине такой большой. Вот это ещё в сроках. 6 месяцев. 0-1, 0-1, вот вареники, даты изготовления. 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1. Вопросов к этому небольшому магазину, примыкающему к жилому дому, много. Помимо продуктов с истёкшим сроком годности, на некоторых отсутствует даже маркировка. Да и условия хранения оставляют желать лучшего. Продавец уверяет, уборку делают каждый день, но санитарных дней в магазине не устраивают. А вы скажите, чего холодильник такой грязный? Вообще, как будто не моете, особенно по краям, вот здесь вот эти вот места. Мы у вас обнаружили замороженные продукты, смеси овощные, просроченные, масло сливочное, сыр хохланд. Крабовые палочки. Крабовое мясо просроченное, сыр без маркировки. То есть ценник есть, маркировки нет, до какого данный продукт в годе. То есть покупатели не могут ориентироваться. Селёдка, холодец у вас и алкоголь без маркировки. Мы это всё зафиксировали, данную информацию мы передадим в Роспотребнадзор. У этих магазинов есть свои потребители. Однозначно, это не все же ходят в магазины днём. Кто-то идёт ночью, кто-то идёт вечером, поздно. Кто-то рано утром бежит, у кого-то там молоко закончилось. И такое бывает. У всех магазинов есть свой потребитель. Поскольку они работают, они открыты, а это значит, ну, как бы спрос есть. Да, мы в такие магазины, конечно, больше внимания обращаем, потому что в таких магазинах чаще всего бывают нарушения. В соседнем магазине не стесняются продавать мясную продукцию, просроченную аж на полтора года. Срок этих говяжьих языков вышел в апреле 2020 года. Визитёры продолжают поиски и находят, но только непривычную для глаз обёртку, а завёрнутый в несколько пакетов неопознанный объект. Тележка товаров с истёкшими сроками годности наполняется на глазах. Здесь консервы, передержанные на 4 месяца, слоёное тесто, замороженные ягоды, сливочный сыр. Судя по составу снега, его размораживали, замораживали несколько раз. Помимо этого, годин 24 месяца с датой производства. Так, дата производства 14.08 год назад. С лишним оно было произведено, то есть это просроченная продукция. Вся просроченная продукция и та, что не промаркирована, подлежит списанию и утилизации. Сотрудники магазина свою вину признали и пообещали весь неликвид отправить на помойку. Сейчас любой житель, если увидел какой-то просроченный товар, он может сфотографировать этот товар, сфотографировать название магазина и направить жалобу, приложив данную фотографию в Роспотребнадзор. И Роспотребнадзор будет реагировать на данные обращения граждан. Без внимания не осталось и монетка. Горожане часто обращаются с жалобами к участникам проекта «Народный контроль» по этому сетевому магазину. Проверили все замороженные продукты. Претензий нет. Алена Ядня, Антон Берестянки, служба новостей «Импульс». В неформальной обстановке депутаты Тюменской областной думы Фуация Фединов и Михаил Пацевич встретились сегодня со своими однопартийцами, новорингойскими представителями «Единой России», которые ведут важные партийные проекты. В их числе забота, здоровое питание, историческая память, чистая страна. Есть проекты, которые курируют и сами народные избранники. Так Михаил Пацевич отвечает за крепкую семью. В рамках этого проекта, рассказал депутат, в ноябре в городе планируется открыть школу для родителей будущих первоклассников. Опытом ведения партийных проектов поделился и Фуация Фединов. Депутат рассказал также о программе сотрудничества, которая реализуется между югом Тюменской области и северными округами. Программа, которая имеет весомое финансовое подкрепление, помогает реализовать в регионе многие важные проекты. Конечная наша цель – решить конкретные проблемы граждан. Потому что в ходе кампании избирательной очень много получено наказов, очень много конкретных просьб. Где-то это личные вопросы граждан, где-то это необходимость изменения существующей нормативно-правовой базы, существующего порядка вещей. В любом случае работы много и будем работать. Суммарно по предыдущему году эта сумма составляет 52 миллиарда. И вот если в давние времена, да и не совсем давние времена, там всегда превалировала хантаменсийская доля, то сегодня 32 миллиарда – это Ямал и 20 хантаменсийские. Из этих больших сумм, так будем говорить, в округе в последнее время определились, что это прежде всего инфраструктурные проекты. То есть это дороги, строительство, ремонт. И по нынешнему году мы видим, что очень много сейчас заходит еще и социальных объектов. В Новом Оренгое появилось первое детское телевидение. Информационный цех развернулся на базе детского сада «Метелица». Штат юных корреспондентов готовит новости, которые впоследствии будут опубликованы на странице в Инстаграм. Под руководством педагогов дошкольники находят интересные инфоповоды, составляют планы выпусков, учатся работать в кадре. Подробности в нашем следующем материале. В детском саду прошла ежегодная выставка из овощей и фруктов «Осенняя рапсодия». В этом году в ней приняло участие 36 семей. Провели опрос, какие профессии пользуются популярностью. Наибольшей популярностью пользуется профессия блогера и журналиста. Поэтому мы подхватили эту тенденцию и решили развить это направление у себя в детском саду. Свою деятельность мы построили по трем блокам. Первый блок – это «Я исследователь». Здесь дети знакомятся о профессии журналиста, узнают, что такое СМИ, какие виды СМИ бывают. Второй блок – это «Говорим правильно». Здесь цель наша – развить связанную монологическую речь ребенка через коммуникативные игры. Мы хорошо провели день в садике. Да, хорошо. А что ты делала в садике? Играть с лучшей подругой Леной. И третий этап – это деятельность. Создание самого продукта. Здесь дети идут в командировку по группам, каждый со своей задачей, целью. Мы провели кастинг и выбрали наиболее способных детей. Способных детей, которые умеют говорить хорошо, задавать вопросы, коммуницировать с людьми. Возраст детей 5-7 лет, актив детей – это 10 человек. И еще мы планируем в каждой группе создать свой филиал. Выставлять новости, он должен говорить текст. Я думаю, что это сложно, но когда ты уже выучишь, это тебе уже не будет сложно. Пару дней – и уже все. И уже выучила. И сложно. Я отвечаю за съемки и за монтаж уже готового продукта. Один мы уже выпустили на нашей странице в Инстаграме. И второй готовимся выпустить. Вот как раз сейчас я в процессе. Всегда интересно заниматься чем-то новым, осваивать что-то новое, чему-то новому учиться. С детьми это делать намного проще. Мы становимся с ними как будто бы на одной волне. То есть они чему-то учатся, и я учусь вместе с ними. Я все интересна. И меня учат самые лучшие воспитатели, которые, ну, которые меня учат тексту. Для кого не секрет, что в детском саду не пределится плюс капитальный ремонт здания. А хотите узнать последние новости устроек нового? Эти новости, конечно, заходят на ура, потому что детская непосредственность, их эмоциональность, конечно, трогает душу и сердце каждого, особенно родителей. Общественная организация «Милосердие», объединяющая родителей детей и инвалидов, проводит шестидневный социально-педагогический марафон. Суть мероприятия заключается в самом названии «Играя, обучаем, познаем». Психологи, логопеды, преподаватели физической культуры и музыкальные работники проводят занятия не только с особенными детьми, но и с их мамами и папами. Родители получают практические советы, которые смогут применить дома, поучаствовать во многих мастер-классах, а также подтянут мышцы на фитнесе. Продолжение темы. Далее. Ну, поставь. Ну, вот этого поймай. Пингвина. Поймать на удочку пингвинов или создать необычный рисунок, используя песок вместо красок. Впервые в городе общественное объединение стало организатором социально-педагогического марафона. На одной площадке собрались люди, которые могут не только учить или воспитывать особенных детей, но и готовы помочь их родителям. Благополучие в семье – это очень важный момент. И когда родитель будет иметь знания и понимание, как ему преодолеть вот эти трудности и как ему найти подход в общении с ребёнком, я считаю, что это очень важно. Как справиться с тяжёлой ношей родителя ребёнка-инвалида? Как преодолеть подавленное внутреннее состояние и обрести мир в душе и в семье? Об этом будут говорить с отцами и мамами психологи. А ещё занятия с ними проведут логопеды, музыкальные работники и даже фитнес-инструкторы. Задача организаторов – дать родителям не только знания, но ещё и возможность переключиться, провести время на позитиве. Занятия, направленные на реабилитацию, у детей чередуются с отдыхом и игрой. Всё-таки у них каникулы. Сегодня играют в настольный футбол, знакомятся с музыкальными инструментами и создают свой оркестр. Вынужденные больше заниматься дистанционно, они с радостью общаются друг с другом и откликаются на всё новое. Тут есть всё то, что нужно детям, таким, как я. Марафон поддержали многие организации, в том числе и несколько детских садов города. Гостем на открытии стал депутат Тюменской облдумы Фуат Сафеддинов. От имени своих коллег он вручил благодарственное письмо руководителю милосердия и отметил важность работы, которую проводит организация. Эта тема, она очень такая, ну и говорит, специфичная. В ней мало кто ещё, ну, так, будем говорить, хорошо понимает. И в этом плане здесь, в Фуренгое, накоплен очень такой серьёзный, очень уникальный опыт взаимодействия с детьми, взаимодействия с их родителями. Организовать марафон помоги выигранный президентский грант. В течение шести дней особенные дети и их родители будут работать на одной площадке, поддерживать друг друга и радоваться общим успехам. Людмила Завгородняя, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». В Москве состоялась юбилейная церемония награждения ежегодной премии «Импульс добра». Ямало-Ненецкий автономный округ получил специальную награду фонда «Наше будущее» за новаторскую программу по развитию социального предпринимательства. В ближайшее время будут названы социальные предприятия, которые получат денежные средства до 1 миллиона рублей на каждого. Центром инноваций социальной сферы Ямала, который работает на базе окружного центра «Мой бизнес», на регулярной основе проводятся образовательные мероприятия и оказывается информационно-консультационная поддержка. Предпринимателям помогают разработать фирменный стиль и презентовать услуги на интернет-площадках. В формате одного окна подбирают актуальные инструменты для развития. Напомним, в федеральном рейтинге поддержки социального предпринимательства за 2020 год, который сформировали в Министерстве экономического развития России, Ямал занимает третье место среди 85 субъектов Российской Федерации. ...вручить в рамках премии специальную награду за новаторскую программу развития социального предпринимательства. Субъект Российской Федерации – Ямало-Ненецкий автономный округ. Предпринимательство и создание условий для привлечения негосударственных поставщиков к услугам социальной сферы. Центр инноваций социальной сферы Ямала в постоянном режиме проводит образовательные мероприятия для социальных предпринимателей, оказывает информационно-консультационную работу. В регионе запущен внутренний грантовый конкурс для поддержки выпускников школы социального предпринимательства. Английский язык все больше входит в нашу жизнь. Даже играя в компьютерные игры или устанавливая различные программы, нужно знать значение иностранных слов. А в городском центре социального обслуживания занятия по английскому используют как один из способов реабилитации инвалидов. Этот метод работы здесь практикуют больше года и уже есть результаты продолжения темы у Людмилы Завгородней. Проект «Английский без барьеров» стартовал год назад в самом начале пандемии. Тогда сотрудник центра Анна Лускань начала дистанционно обучать иностранному языку молодых людей, имеющих патологию зрения. Потом, когда появилась возможность вести занятия очно, к ним присоединились ещё несколько человек. Сейчас в группе больше 10 учеников и интерес к занятиям растёт. Саша 4, Давид 8, Тихо, Камиль, не подсказывай. Умница, Давид. Если раньше это было одно-два занятия в неделю, то сейчас мы проводим практически каждый день, потому что главная особенность нашего подхода – это частая смена деятельности, потому что очень сложно удерживать внимание, очень сложно запоминать, когда работа монотонная. Ребет. Так. Молодцы. Ученики у Анны Луска непростые. То, что другим даётся легко, им приходится повторять много раз. Зато они настойчивы и терпеливы, и без причин никогда не пропускают занятий. Уроки здесь короткие, зато продуктивные. Чтобы поддержать интерес к английскому, учитель использует мимику, жесты и эмоции. А новые слова учат вместе с танцевальными движениями или песней. Сейчас наш объем это три темы и мы по каждой из них каждый раз увеличиваем количество лексики, словарного запаса и я считаю, что это очень большой прогресс, потому что изначально мы входили только с тем, чтобы хотя бы пару слов. Ну давайте хотя бы пару слов. Сейчас есть заинтересованность. Почему? Потому что активно молодежь пользуется гаджетами и задают вопросы, и песни мы поем. Задача, которую ставит Анна Лускань, выйти со своими учениками на разговорный английский. И она, полагает специалист, вполне осуществима. Сегодня в центре уже задумываются о том, чтобы разделить своих учеников на группы, желающих постигать иностранный язык все больше. Молодцы, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Можно рассматривать как одним из механизмов очередных, которые запускаются на уровне автономного округа для стимулирования и мотивации в вашей деятельности. Мы знаем вас действительно как талантливых учащихся и хотели бы, чтобы ваши достижения не ограничивались нашим регионом, но и обязательно давали хорошие результаты на уровне Российской Федерации. Наши дети получили возможность сесть в экскурсионную программу именно за достижение на региональном этапе. В такую экскурсионную образовательную программу в Москву, на моей памяти, дети отправляются впервые. Программа довольно насыщенная. Это три дня и две ночи в Москве с посещением различных музеев, пешеходными экскурсиями. Стартовал прием заявок для участия в конкурсе «Семья Ямала». Кандидаты выдвигаются исключительно общественными организациями, предприятиями, а также учреждениями нового Уренгоя. Конкурс проводится в шести номинациях, сначала на муниципальном, а затем региональном уровнях. Победители получат грант губернатора в размере 250 тысяч рублей. Награждение пройдет в канун празднования Международного дня семьи. Более подробно об этом можно узнать на сайте Департамента социальной защиты, либо по номеру, который вы видите на своем экране. Документы принимаются в срок до 27 декабря в этом году. И далее конкурсная комиссия, которая сформирована у нас на муниципальном уровне, рассматривает данные документы и отбирает претендентов для участия уже в окружном туре конкурса. Хочу отметить, что в каждой номинации может быть направлена только одна семья, одна кандидатура. То есть от муниципального образования может быть направлено не более шести кандидатур. Шах и мат на Эмале впервые прошли всероссийские соревнования по быстрым шахматам. Рапид Гран-при России. Северное сияние собрал 59 участников. Среди них три международных гроссмейстера, два международных мастера, два мастера Фиде и международный мастер среди женщин. При этом взрослые и опытные мастера сразились в шахматном бою и с весьма юными игроками. Подробности у Алены Ядни. Гран-при России. Северное сияние объявляются открытыми. Для Ямала это знаковое событие. Всероссийские соревнования по быстрым шахматам проходят в нашем округе впервые. И первой площадкой для таких масштабных соревнований стал новый Уренгой. Среди участников три международных гроссмейстера, два международных мастера, два мастера Фиде и международный мастер среди женщин Елена Семенова, уроженка города Сальхард. То есть у нас Фиде – это международная шахматная организация, у которой есть свои рейтинги. То есть рейтинги есть в русских, в России. Это, как вы знаете, разряды – кандидат мастера спорта, мастер спорта, гроссмейстер России. В Фиде есть немножко иные звания, в том числе самое высшее звание – это международный гроссмейстер по шахматам. Я выполняла второй балл женского международного гроссмейстера, то есть женский, не мужской. У меня остался последний балл, после которого я стану женским международным гроссмейстером. Шахматный спорт именитые спортсмены, как правило, приходят в раннем возрасте. Анастасии Салендер всего 11 лет. Живёт в Тазовском. Попасть на такие соревнования очень престижно. В будущем мечтает стать, как её соперники, международным грейсмейстером. Меня научила играть подруга сначала. Она взяла меня на шахматы, затянула меня туда. И потом я начала играть уже, ну, 4 года прошло. И мне очень сильно хотелось на соревнования. Игрок номер один на этих соревнованиях Евгений Алексеев. В 2006 году он завоевал титул чемпиона России. А звание международного грейсмейстера получил ещё в 2002-м. Просматриваю партии, конечно, особенно если что-то пошло не так, неудачно. Просматриваешь, в следующий раз стараешься не допускать тех ошибок в дебюте, по крайней мере. А так, ну, в основном в игре решаются какие-то моменты, кто более сильнее. Кстати, для таких соревнований считается вполне нормальным, когда именитые грейсмейстеры играют в полную силу с более юными и неопытными шахматистами. Даже наоборот, это хорошо и полезно для обеих сторон. В газовой столице за звание сильнейших побороться решили 59 россиян. Они съехали из Санкт-Петербурга, Новосибирской и Свердловской области, Красноярского и Волгоградского края, а также из Хантамансийского округа и Ямала. Победитель уедет с денежным призом в 100 тысяч рублей. Впрочем, финансовая сторона здесь не главная. Юбат Юсупа с 93-го года обучал новоуренгойских ребят этой логической игре в Доме детского творчества. Последние три года на заслуженной пенсии. Это индивидуальный вид спорта. Круповой – это малоэффектно. Индивидуальный, как музыка. С одним человеком больше часа играть, он быстрее растет. Поэтому, да, учить можно детей в любом случае. Надо учить. Ну, здесь единственное, что у нас с нашим городом, она мало культивируется, мало принимает тренеров, нет. Один-два есть тренеры, сейчас приехали, привезли, пригласили, что ли. Вот они сейчас. Было двое уехали. Один умер, другой уехали. Сейчас новый молоденький. Я отошел в сторону. Учить детей – дело благое. Новосибирских ребят наставляет международный игросмейстер Дмитрий Бочаров. Делает ставку на новые технологии в обучении. В последнее время, если вот именно по шахматам, то компьютерными, они прямо сейчас так научились играть, что вот с учетом переосмысления всей вот этой нашей классики, там, средневековой, какой-то там советской, современной, как бы это все красиво, люди объяснили, почему красиво, а сейчас компьютеры это делают в миллион раз просто вот интереснее. Соревнования проводятся с учетом российского и международного рейтингов по швейцарской системе в 11 туров. Мы играем в быстрые шахматы, соответственно, участник получает 15 минут на всю партию. Ну, для обывателя это, наверное, много, для шахматиста-профессионала это не очень много. То есть такой средний вид шахмат. 15 минут и 10 секунд он сделал ход, 10 секунд ему добавилось. То есть, соответственно, продолжительность всей партии, ну, где-то около часа времени. Соревнования такого масштаба проходят на Ямале впервые. В планах проводить рапид-гран-при России «Северное сияние» в газовой столице ежегодно. На 2022 год запланировано уже два соревнования всероссийского уровня. Алена Ядня, Павел Михайловский, служба новостей «Импульс». На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю в это же время. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»